ребята всем привет давно с видео на канале сегодня будем заниматься ремонтом блока управления он же двигатель и коробочный toyota rav4 2003 год вот это у него проблем короче пинается коробка ошибки по соленоидам сейчас покажу то есть это очень распространенная проблема на этих машинах именно с 2001 по 2004 год было то есть тут проблема дефект заводской пайки и плюс сейчас будем пропаивать я вам покажу в чем кроется дефект ну и соответственно там еще надо будет делать какие операции с ипромом но как бы с ипромом если чего на бусте кому надо специалистам там посмотрите а так вообще первую причину неисправность я вам сейчас в этом видео покажу ладно погнали будет интересно ребят блок у нас вот такой маркировка такая есть кому интересно разбирается элементарно выкручиваем 4 винта сторонку еще два таких же винтиков и прочее все корпус нам не нужен нам нужна только плата плата у нас выглядит вот так вот и основная у нас причина данной неисправности нет вот смотрите ребят у нас трещина в пайке вот по этим вот резистором идет ну я вообще как правило когда ремонтирую я пропаиваю все вот эти вот сопротивление это у нас только измерительные шунты так организованы соответственно у нас получается через трещину разрывается и она неверно определяет ток текущий через соленоид ну и соответственно записывает ошибку соответственно тут все вот эти крупные резисторы вот они вот с этой стороны их надо пропаять я сейчас под микроскопом вам покажу причем это неисправности так что тут как-то так так ребят короче смотреть тут прям явно видно вот она трещина лопатка сейчас подвигают чтобы хотя бы микросмещение сделать увидеть шевелю видите резистор относительно пайки двигается ну и так приглядеться они уже начинают с трещинки здесь вот поверх вот здесь чуть-чуть вот это прям явно видно отвал и с другой стороны сейчас вот видите шевелится резистор просто нажатие небольшого вот такая вот пайка или не соблюли термопрофиль или такой некачественный припой короче суть 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 этого ремонта суть этого ремонта можно пропаять этот вот это вот это вот этот ну и такущая все еще вот эти вот эти вот эти пропаивают хотя тут особо не видно но они тут присутствуют и с обратной стороны платы вот они еще тоже два резистора рядом с разъемом угол платы вот эти вот резистора короче вот как то так берем наш паяльничек плюсик просто пропаиваем наши резисторы в чем надо вот чтобы сейчас я сделаю покрупнее увеличение чтобы не под видите и при по немного зашел на него сверху то есть пропаяли но тут все остальное более-менее и соответственно берем вот за лужи плюсом покрыли и пропаиваем не просто торец а надо прогреть так чтобы вот припой еще поверх резистора этот капелька прошлась чтобы наверняка все спаялась наш он отходит от обкладок этого резистора есть следующее даже один вывод одна обкладка держал за счет вот этой там даже не держится нефига соответственно раз есть теперь вообще обычно проблемы в маленьких но я до кучи все пропаиваю это чтобы понимали жалоб же беси от 2 миллиметра лень переставлять был на топорик и как правило вот эти все резисторы только измерительные шунты то есть благодаря падению напряжения на них процессор блока высчитывает ток вот тут обычно уже нет проблем вот еще сейчас большой пропаяем старайтесь пропаять чтобы это как и заблестел на самом резистор еще вот эту вот вот эту вот часть вот эти не просто торцы это значит он полностью прогрелся и и и и и и так все пропаяли 3 меньше 33-34 маленьких в основном основная проблема по этим одноумным вот эти шунты и до кучи я бы еще вообще все крупные резисторы смотреть с этим вроде нет проблем нормально все трещинку посмотрим нет это нормально то есть вот собственно и вся проблема этих блоков соответственно проявляется пинки неадекватное включение передач аж обычно ошибки по соленоидам и все это происходит вот из-за этого так ребят ну такой у нас принципе получился ремонт блок управления toyota rav4 2003 года немножко там перепутал вот смотрите короче есть блоки это уже более нового образца он тысяч тримом обнуляется там надо сделать сброс адаптации после установки вот но еще когда беретесь в ремонт таких блоков обязательно уточняйте если то есть люди довольно долго ездили с этими пинками коробки там уже скорее всего пошла гидроплита на блоке гидроблоки то есть там уже может быть уже и по механике проблемы поэтому но это может не помочь и обязательно делать сброс адаптации чтобы она начала подстраиваться под новые параметры масло и все их потеряли моментов срабатывания соленоидов вот это уже более новый тут у нас микросхем памяти 93 c66 стоит тут то есть 1003 мы можно запустить процедуру или перемычкой там педалями вот чуть-чуть постарей который 2000 пьер там 2002 года там немного другой блок но проблема в принципе же самые резисторы вот эти только измерительно отваливаются еще плюс микросхемы драйверов она пропаять и плюс у них там есть микросхем памяти по моему 25 080 и вот там надо делать уже определенные телодвижения на программаторе потому что то и стрим не поддерживает сброс параметров обучения на этих коробках ну и в принципе что ребят подписывайтесь на гости у меня там в принципе тоже много уже полезной информации набралось но потихоньку будем умею наполнять соответственно потом подумаем может какой-нибудь еще и учебный курс попробую такой оля для начинающих запилить вот мы все будет уже на бусине на ю тубе я точно делать не буду вот все надеюсь ролик был полезен ребята всем мира всем добра всем пока